Приветствую всех, кто меня видит и слышит. Я Гарги, и это четвёртая серия Пираты Чёрной Лагуны. И прежде чем начать просмотр, будьте добры, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Погнали! Эпизод четвёртый. Возвращение Орла. Возвращение Орла. Интересно. Интересно, о ком идет речь? Сегодня гораздо тише, чем вчера. Море вокруг, как в кино. Если нырнёшь вообще шедево. Наверное. Я нырялся к палангам на Исигаки. Звучит гламурно, как у настоящего Яппи-холстика. Это не самое лучшее. Пить пиво посреди моря, когда дует такой ветерок, гораздо приятнее. Не понял. Это мы... Что за... Военно-морская база в Киле. 1945 год. Это чё? Немецкая... подлодка? Что ж, прощай, Германия. Жаль, что последнее небо, которое мы видим над Германией, такого свинцового цвета. Благодаря этому в небе не так много разведчиков. Если мы пройдём Шетланды и Северное море, скоро будем под синим небом Испании, а затем возле берегов Африки. И скоро вы будете скучать по этим тучам, подполковник Мацуда. Ага, это его... В конце концов, человек, который учился здесь, аэронавтики, не должен погибнуть от самолета. И тем более добравшись через полмира до Германии. Это лётчик. Полагаю, мы поладим в этом дальнем путешествии. Хотел бы я сказать тоже про другого пассажира. Ммм, эсэсэвец. Понимаю я эти. СС, СД, кто там они? Эсэсэвец. Но при чём здесь Германия? При чём здесь 45-й год? При чём здесь Данцистный? Блин. Там была спокойная жизнь. Да, Рок. А здесь стоит сломаться машине, жизнь даёт трещину. Ну, извините. Господин Лун, это новые? Сколько? Слишком дорого. Они же крадены. Что ж, ни у кого здесь нет лишних денег. И совести. Хммм. Ладно, пойду. Которая опять будет звать меня сломатом. Там что, сзади был дач? Где это мой? Острова Зелёного мыса, Африка. 1945 год. Ага. Ага, опять вернулись к Танцистам. У нас такие временные быстренькие всплески туда-сюда-сюда-туда. Это чё, черепахи? Зачем им черепахи? Так. Питомцы? Это что, была японская рига такая? Господа, сегодня будет черепаховый суп. Всё ясно? Кушают? Черепаха? Ни разу не кого-то черепаховый суп. Интересно, кстати. Индийский океан. Движутся к нам, 270 градусов. Это грузовое судно из Южной Африки идёт на Цейлон. Хмм. Капитан. У нас боевая тревога. Пожалуйста, спуститесь в трюм. Прошу прощения, но хочу знать одну вещь. Вы собираетесь нарушить приказ и напасть на это судно? Что делать? Я доставлю вас в Батавию, подполковник. Трец? Да. Разве нельзя ударить по врагу без лишних слов? Ты же сам видишь, что это... Слушаюсь. Приступаю к подготовке. Хм. Приказ. Вы тоже спускайтесь, подполковник. Это атака неоправданная риск. Это транспорт нашего кровного врага, Англии. Там топливо для армии союзников, готовящихся к вторжению на нашу территорию. И вы хотите, чтобы я его пропустил? Чем же еще смысл нашей войны? На море Прауза там с Англией был отдельный разговор. Потапив это судно, вы не повлияете на судьбу Фатерлянда. Хм. Да? Что? Вы хотите сказать, что заходящее солнце не остановишь? Ну, этот СССР ему прямо говорит, что война проиграна. Ну, 45-й год, все знали уже. Я просто удивлен. Я полагал, что вы заботитесь о чем-то менее значимом. Простите, но есть сражения, в которых надо участвовать. Вперед! С торпедой Гонавши. Доведем боевой счет до 31-го. Как нам только показали, сколько их они потопили уже. Отлично. Плей, мы на войне. О, пойдешь с нами выпить? Иду. Как только посчитай, расход топлива торпедоносцы. О, как хорошо. Рок у них как бухгалтер. Что это? Не знаю. Я похож на припозднившуюся Санта-Клауса. Ты же хотел это купить, Рок. Э-э... Нет, они слишком... Ты всегда такой осторожный. Ты что хочешь сказать? Что, это для меня? Он увидел, что он их не купил, сэкономил вообще деньги команды и... Тот ему купил. Прикольно. По-братски. Подожди, мы опять... Неподалеку от Никобарских островов, Индонезия. А, то есть, или еще дальше, кажется. 25 марта, 1905 года. Мерц. Курс 2-0-0. Зайдем в тыл врага. Будем там через две смены курса. Второй поворот через 4 минуты. Хорошо. Действуй. Вы посмотрите, как они рискуют. Перед нами еще один. И еще сигнал. Идут флотилии. Мерц жены. Уже... В городе у нас есть. Батавия рядом. Батавия у меня. Еще не все, господа. Полный вперед. Курс 1-7-0. Есть 1-7-0. Кормовые шумовые торпеды. Огонь. Шумовые торпеды. Огонь. Ну, они уже почти приехали туда, куда они должны доставить этого... Один из кораблей сменил курс. Полковник под полковника. Они заглотили наживку. Полный стоп. Режим молчания. Спокойно. Один из кораблей не ушел. Активный сонар. Полный вперед. 20 градусов левая руля. Курс 40. Все, их подбили. Все. Носовой торпедный отсек. У нас пробоина. Задрай, Клюки. Удачи, капитан. Вы поняли, а? Человек предупредил и уже знал, что его нам причем. Задрай, все. Нам к нам. Поступление воды прекратилось. Но мы не можем продуть главную цистерну. Двигатели и генератор повреждены. Ремонт невозможен. Жаль, что мы не можем вернуть японца на родину. Подполковник Мацуда уже... Ух, самурая. Я не думал, что катан он взял на этот случай. Вы поняли, а? Все, они не всплывут. Они заживо погребены под водой. Мы выдержали много сражений в Атлантике. Но в нашей последней битве мы так и не увидим Пальм Батавии. Текущая глубина 57 метров. Странсов, починку балласта и двигателей нет. Мы храбро выдержали много сражений. Теперь я освобождаю вас от воинских обязанностей. Воздух кончится через два часа. Можете выбирать свою смерть. Ну вот у них два часа на... Есть разговор, подполковник. Но то, чтобы привести все дела в порядок. Я давно не слышу звука двигатель. Когда будет всплытие? Никогда. Всплытие не будет. Никогда. Заживо. Мне жаль. Как глупо. Я знаю. Вы не понимаете? Вы ничего не понимаете? Чего именно? Важности своего задания. Смысла той картины, что я везу. Это то, что у тебя в руках, да? А, так это картина? На мой взгляд, ничего особенного. Как она называется? Брунгильда, ведущая 12 рыцарей. Это единственная картина, созданная с тех пор, как фюрер пришел к власти. Преданные соратники, спрячьте это до заветного часа. Когда нацистский флаг взорвется вновь, это станет путеводным светом наших товарищей. Картина? Значит, уже известно, что мы поиграем войну. И мы хотим готовиться к следующей. Ну, двоременок. Ну, как так можно? У вас есть семья? Жена и ребенок в Штутгарте. А что? Я горжусь, что сражался за Фатерлянд. Мне не о чем жалеть. Пусть даже море станет моей могилой. Однако, если меня что и печалит, так это то, что мне придется лежать в одной могиле с мерзавцем, который не вспоминает о жене и ребенке даже в свой последний час. Возьмите свои слова обратно, капитан. Не стоит сравнивать семью с родным государством. Это бесполезно. Что бы вы ни делали, с империей Гитлера будет покончено. А ему уже пофиг. Все, мы через водички так умрем. Из-за вашего фанатизма моя страна и мой корабль сейчас в таком положении. Замолчи! Я счастлив буду умереть здесь, если мои дети никогда не увидят больше нацистский флаг. Выговариваться. Не смей! Ну, все. Может быть, гибель нашего корабля – проявление воли Господа? Хм. Да. Ну то есть, ему уже нечего терять было. Черт. Зря я столько ботал. Я лишь один раз нырял на пусягахи. Не понял? Да, чем могил меня. Я с самого порта. От тебя ничего другого и не слышу. Хватит так убиваться, придурок. Они что, его нырять заставят сейчас? Я не буду нырять за сокровищами. Ни за что. За какими сокровищами? За какими сокровищами? За какими сокровищами? Так. Слушайте, ну, не знаю, это поднятие на новый левел. При чем тут? Нет, вот сейчас он сказался сокровищами. Увидел я там эти газобаллоны с кислородом. Это костюм для ныряния. Я понял, о чем здесь речь. Слушайте, прикольно. Слушайте, как они... Слушайте, как ситуация приобрела такой оборот? Как они додумывались до такого сюжетной линии вообще? То есть, в 45-м году затонул. Не, при чем вы понимаете, что нам ничего не рассказали про этот корабль. Нам показали. При чем, знаете, как... Очень быстро показали. Вот буквально пару сцен, которые максимум на 5 минут тянут. Даже не на 5, на 4. И, что самое интересное, мне уже понравилось. Я тогда думал, о чем это? Может, какая-то вообще параллельная сюжетная линия будет? Ну, так вообще это и есть. Но, видимо, это подводная лодка 45-го года, которая перевозила этого сволоча с картиной. Ну, мне кажется, там дело не в картине. Там, скорее всего, может быть, на борту еще что-то есть. Или под этой картиной что-то. Бывает же такое, что вот под за картиной или на этой картине какой-то шифр. Вот не просто так 12 рыцарей, там, Брунгильда. Ну, может быть, какой-то этот. Может, карта на ней. И вот спустя 70 лет так, ну, 60, если смотреть, какого года это аниме, да? Аниме. Они должны туда прыгнуть и достать эту картину? Обалдеть. Я так это понял, потому что они нырять будут, блин, скорее всего, под этой, за этой подлодкой. Слушайте, а кто им дал такое задание? Интересно, а? Не, вообще, много легенд ходило по поводу того, вот что немцы вывезли сокровища, вывезли какие-то ценности или еще что-то какие-то, какие-то люди скрылись. Гитлер, типа, что жив был. Очень прикольно. Продолжаем. Я уже объяснял все на базе, но стоит еще раз повторить детали. Ренни, начинай. Окей, взгляните сюда. Старая история, рассказанная одним стариком. Боевая субмарина германского флота Ю-1234 из молчей стаи, что наводило ужас на Атлантику. Капитан субмарины майор Венцель Абе. Последним приказом, который он исполнял, была доставка японского офицера на Багдавию. Хм. Но это было непросто. Чтобы попасть туда, надо было пройти Европу, обогнуть Африку. Путешествие, достойное Магеллана, и Абе правил субмарина. Мамородэ, они все Африко оборудовали. Но в самом конце пути корабля и его пассажиров отвернулась удача. Прослеживая японский флот, американцы наткнулись на эту лодку. И со скуки атаковали ее все разом. Самый счастливый Ю-1234 ничего не могло спасти. Капитан Абе и 44 члена экипажа исчезли в морской пучине. Это все записано в морских хрониках, но есть и другая история. История офицера СС, который появился перед отлытием субмарины из Киля и взошел на борт, предъявив документы тайной полиции. Угу. Вот, взгляните. Это картина, которую он берег пуща своей жизни. Художник, никому не известный, Август Янки. Называется, Брумгиль доведет 12 трицарей. Но ведь ничего интересного. Граффити в Нью-Йоркском метро и то лучше. Ну а почему офицер СС отправился на субмарине с одной только картиной, без золота и ценных бумаг? Хе-хе. Не смотрите на меня так. Просто странная история. Не знаю, ни причины, ни повода. Известно ли, что картина находится на затонувшей субмарине? Ее заказал испанский коллекционер. Он собирает нацистское искусство. Странное увлечение. Безусловно. Почти все работы Янки были уничтожены во время войны. А это пропало вместе с подводной лодкой. Но в прошлом году французская компания прокладывала здесь кабель и наткнулась на Ю-1234. Аааа, что ли? На обладание этим регионом претендуют несколько стран. Поэтому никто не может объявить ее своей. И тут появляется... Сборная территория! Сборная территория! Отличная работа на 50 тысяч. Вот наша цель. Нормально. Так, взгляните. Французы обнаружили, что носовая часть затоплена. Вы двое пройдете через торпедные аппараты и закройте их. Если заварить пробоины, можно будет открыть внутренний люк. Заварите! А как мы выберемся? Сделайте новую дыру. Как только получим искомы, об остальном можно не заботиться. Ладно. Реступим к делу. Ну все ясно. Сделал от ком-то, никогда не работал. Тем более под водой. Ничего не выйдет. Эй, ты оборудование проверил? Будешь ныть, выкинув море без баллона. Классный нападок. Почти закончил. А компенсатор плавучести откалибровал? Утонешь? Брошу тебя в этом фашистском гробу. Что это значит вообще? Все будет нормально. В фашистском гробу. Если сдохнешь, будешь мне мешать. Так что хватит возражать, придурок. Рэви. Как нырнете, будем следить за вами через радиомаян. Так что не спалите батареи. Хорошо. И вот еще. Балалайка сувенир привезла. Автомат подводный, специальный? Да. На всякий случай. Окей. Ну идем. За мной, Рок. Ну без оружия как без одежды. Так и спокойнее. Подкупил я автомат из-за срока. Очень хитро. Ну да. Как работодатель я должен следить за отношениями в коллективе. Президент компании. Маяк действия. О, идут. Радар работает нормально. О, иди сюда, загорает. Продвижается к металлической массе. Рэви там, надеюсь, нормально сориентируется. Безусловно. Я бы ее не нанял, если бы она только оружием влачила. У нее много талантов. К нанянию тоже. Вот и наш корабль подводный. Подводный. Ну, как всегда. Конкуренция. Это поисковый корабль. Так. Видимо, они тоже хотят сейчас с туда нырнуть. Подними флаг тайского флота. Есть? Судно на траверзе. Говорит белый вереск. Ответьте. Что надо? Это нам. Это ПТ-377 тайского флота. Мы находимся на задании. На каком основании вы здесь? Сообщите вашу страну номер судна и позывной. Мы видим, что вы действуете независимо. Где ваш флагман? Военные тайны. Ответить не могу. Еще раз запрашиваю ваши координаты. Прием. Они пытаются давить. Что-то не так. Вернуть в руку. Следи за ними. Не нравятся мне эти облака. Убери зон. Хорошо. А с нашими что делать? Пока маяк работает, мы можем с ним связаться. В худшем случае придется их вытаскивать. Хайль, оберфюрер. Это что такое сейчас? В этом районе нет военных кораблей. Таким образом, это мерзкие поры, оскверняющие священную могилу. Каков будет ваш принос, командующий? Какие глупцы. Наследие этой могилы по праву принадлежит нам. Это что, неонарцисты? Это командир отделения. Закрушите их железной рукой. Что это? Видимо, они пришли со своим наследством. Окей, завожу двигатели. Так, у нас проблемы. Ого, они их бомбить собираются. Ого, он свалится так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Присырый, мой. Присырый, мой рожденцы. Это наше долгожданное уссоединение с Брунгильдой. Никто не остановит нас. Бальныр. Фанатики. Психопаты. Они что, прыгнут за ними, интересно? Вот и автомат пригодится. Такого в офисе не увидишь, да? Такого не испытаешь на офисе. Слушайте, как красиво здесь нарисован последний кадр. Слушайте, ну это вообще другой уровень сюжетного повествования, я вам скажу. Очень приятно наблюдать, особенно в формате подобных историй. Вроде бы пираты, вроде бы при чем здесь история. Но как, на самом деле, логично. Просто я сам до этого не додумался, а вот есть люди, которые до этого додумались. Пираты. Пираты чем занимаются? Так же, поиском сокровищ. Это вполне логично. А одно из поисков сокровищ вот такое, что подводные суда существуют. И их надо исследовать. А их исследовать некоторые невозможно, потому что в некоторых местах происходит вот такой, скажем так, конфликт интересов нескольких стран на морских территориях. И никто не имеет права, например, исследовать какое-то затонувшее судно, потому что ни у кого нету на это права, пока не разберутся, чья территория какая. И вот для этого им понадобились, по-видимому, мягко говоря, нелегальные деятели культуры. Чтобы доставать нелегально вот эту картину. Да. Нет, ну, видимо, вот видите, тут еще напоролись они на неонацистов, которые захотели, скажем так, свое наследство вытащить. Очень любопытно, кстати, знаете, что немножечко так некрасиво получается по сюжетной линии, что как-то слишком совпадение. Случилось, чтобы они прямо одновременно приехали. Вот прямо одновременно столкнулись друг с другом. Ну, какова и вероятность. Вот такие совпадения иногда меня очень коробят. Нет, ну, сам факт того, что показали, сам факт того, что неонацизм существует и пытается развиваться. И, по-видимому, они очень хорошо, сильно, им это, финансово обеспечены. Потому что там они, ну, как скажем, форма, корабль, дисциплина, подготовка. Это все стоит денег. И хорошее вооружение. Ну, очень любопытно. Очень любопытно, чем все это закончится. Ну, ясное дело, чем это закончится. Я уже предвижу, что начнется поталия. Прямо начнется настоящий морской бой. И заодно, как мне кажется, подводный бой. Ну, те же, наверное, нацисты же тоже прыгнут. Эти фашисты же тоже прыгнут в это, в подводу. И там начнется вот подводная драка. Здорово. Интересно, а картина не изгнила за это время? Там, не знаю, от сырости или от чего-то еще? Интересно, а Рок найдет того японца, который вот покончил с собой? Очень-очень-очень любопытно. Ну что же, это была четвертая серия «Пираты черной лагуны». Очень-очень классная серия. С нетерпением жду продолжения. И буду очень рад, если вы будете смотреть это вместе со мной. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи!